Появилась новая теория возникновения коронавируса. Образцы, напоминающие COVID-19, направили в Уханьский институт вирусологии еще 7 лет назад. Что они собой представляют и где их обнаружили? Об этом и других последних новостях об инфекции расскажет мой виртуальный коллега Айсанш. Айсанш, добрый день. Приветствую, Пельвира. В 2013 году ученые отправили замороженные образцы ткани летучей мыши. В свое время они наводняли заброшенную медную шахту на юго-западе Китая. Шестеро человек, подцепившие инфекцию там несколько лет назад, столкнулись с серьезной пневмонией. Позже трое из них скончались. Один эксперт сказала, что тот вирус, РАДЖИ-13, по составу напоминает нынешний COVID на 96%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на репортаж британской газеты Sunday Times. На сегодня, пожалуй, одним из главных вопросов остается не только история происхождения коронавируса, но и нет увеличения. Мировые фармкомпании направили в Минздрав России письмо с просьбой исключить из рекомендаций по лечению инфекции гидроксихлорохим, лапиновир и ретоновир. Добавлю, что этими препаратами используют против молилии Ильич. Недавно об очередном прекращении их исследований для лечения больных COVID заявили в ВОЗ. Эксперты это объяснили тем, что три медикамента не привели к значительному снижению смертности среди пациентов. К слову, по Всемирной организации здравоохранения. Ее группы специалистов разрешили посетить Туркменистан, где утверждают, что там нет случаев заражения. Среди стран Центральной Азии это единственное, где отсутствует официальная информация об инфицированных. Сначала по Львинеи там продолжают проводить массовые мероприятия. Пельвира. Спасибо, Айсанж.